приезжаю я такой значит никого не трогаю антон тут уже балуется еще смотрите какой он сегодня красивый чисто это что делаешь я тачку разбираю то есть мы наконец одобрались до спустя 30 серий жизы но они 30 пищу много серий жизы с момента заявления о том что займемся веном мы занимаемся появился наконец человек который готов в этом помочь снял карты достал отсюда стекловату звучит кайфово очень не очень на опять же шумоизол утепление что вы все не хорошо не шумоизола не утепление стекловата была вот так напихано здесь были пустоты не наброс мать если всю дверь пусть пузыря теперь посмотри если всю дверь шумоизолировать ты не будешь слышать улице вообще то есть ты будешь ехать в таком полном вакууме это нехорошо неправильно так она и работает сейчас будет уже видно все нормально смотри этого бок бок и здесь лежит смотри поролончик просто лежит чтобы что интересно я уже не первый такой достают там где и замковой зоны ладно самый класс то что с этой стороны есть личинка для ключа который вот она просто перещёлкивает мой там язычок просто вверх такой чпок толкает эту всю историю все внутри там куча китры чегов в общем глупые пиндосы за что-то дышать не мешается тут много странно же не во-первых не пиндосы а мексиканцы потому что это же конверсионный ван то есть это не с конвейера такой выходит он с конвейера выходит вот с такими окнами с такими вот почему был такой сильный зал он с конвейера вышел вот вот такой скорее всего то есть это был коммерческий автобус к для перевозки грузов а уже тюнинг всякие отелье конверсионный собственно их но покупали не всегда новыми опять же и шаманили из них вот то что мы видим сейчас то есть минуты если туда пройдешь нас охреневали то есть например сегодня мы два два с половиной часа удаляли два болтика которые держали вот здесь вот тут был дырка насквозь есть теперь и вот здесь так два болта на одном и на втором крепеж для ремня безопасности который просверлен насквозь днище смотри как то есть этого естественно не было здесь должен был быть грузовой отсек провод не обращаем внимание смотри как просверлено типа я такой не попал мимо и потом движет отогнута то есть они с той стороны бахнули здесь замяли видишь ребра здесь тоже самое замяты ребра из днища заходил ржавейший болтища вот такой на самом деле подснято на мою камеру вот то есть это то что было снизу это то что было сверху пришлось отпиливать часть пришлось высверливать то есть три болта у которых пришлось бошки высверливать чтобы их сломать вот там еще четвертый вот выставлен цает не все они монолит загнившие это вот на улице торчал и это три болта а еще снизу между ними была толстенного металла такая перекладина то есть чтобы типа пол не вырвала они еще притянули с обратной стороны такой хороший но он типа одна из них вот такими штукенциями шайбочка снизу ну да это приятно что она не просто за днище держал вот и вот это вот мы ковыряли высверливать дань сейчас отъехал по делам но есть проблема в том что вот этот диван который я хочу снять точнее мне надо его снять чтобы снять весь ковер чтобы добраться до полов чтобы понять прогнили полы или нет но вроде тут есть надежда на то что они целые надо крутить диван а диван держится на таких же еще четырех болтах и еще по два с другой стороны короче сверлить пилить это все мы заедем потому что они тоже насквозь тоже через усилители и там хуй подлезешь еще какие сроки думаешь сроки руки как обычно как сраки они сгорят у нас и все сгорят это понятно смотри у меня сейчас концепция следующая я разбираю все что можно снять просто это что скорее всего не будет восстанавливаться обратно потому что условно мне вот сюда там на задние окна шторы не нужны вот эти вот карты красивые из велюра мне не нужны потому что мы сюда с пацанами грузим постоянно всякое говно это все там под дождем мокнет зачем нет не надо я лучше вот на этой двери вырежу наоборот вот этот лист мы его демонтируем и здесь сделаем какой нишу чтобы можно было положить каким-то лопату что-то такое прикрутить запаску я еще откручивался теперь хочет нормально ходить возможно запаска и тянула сейчас она перестала ее ее сместила чуть-чуть непонятно скорее это потому что когда я запаску снял я смог раскрыть дверь до конца она туго пошла может там надо разработать ну будем разрабатывать смазать зазор изменился видишь я не помню какой он был но но он в принципе изменился здесь узко стало ну да он разница город не был не точно вот короче а здесь дверь тоже здесь замок и тоже вот так вот лежал кусок стекловатый туда вот так как-то пихнули вот здесь замок здесь где-то вот провод проходит я с телефоном с камерой туда заглядыв светился снимал чтобы понять окна надо будет снимать тоже разбираться еще как это сделать в общем работаю здесь до хрена особенно когда не знаешь у меня опыт подобных делах 0 да не где-то разбирал свой москвич 1 на опыте да короче открываем автосервис свел он да и вот это все у нас только вот пару соседних боксов еще бы взять пару подъемников да нормально да был бы неплохо но не сегодня чем реконструкторский автосервис конечно мы без холку без колхоза будем делать только оригинальные детальки никого либо таки как они не кованый коленвал станет кованым отлично будем заниматься реконструкции автомобилей даже не реставрации а то есть генри форд в гробу будет гордиться да он будет вырабатывать или тут ладно вот план такой что мне надо сейчас снять все так чтобы она осталась на ходу смысле автомобиль остался на ходу а то есть ты на вот этом состоянии еще куда-то ехать собираешься каком этом ну то есть часто снимешь всякое разное но я снимаю сейчас декоративную обшивку и обивку как бы салона ковер снимаю шумоизоляцию снимаю диван задний снимаю сесть вперед и поехать то есть я там фары бы они откручивают фары понятно габариты и влияющие вещи на ход как бы пока не снимаются снимается вся внутрянка чтобы понять что там где и как пробить лампочка одна очень сильно почему потому что на границе точнее уже на таможне даже в москве лежат тормозные диски для вот этого красавчика который я заказывал в районе 20 чисел февраля прошлого года и они только-только добрались до нашей родины и мне в автосервисе ребята говорят что уже там кружат вокруг моих дисков так сказать и скоро за ними надо будет поехать когда их таможне отгрузят уже нам там еще замена аккумулятора какие-то еще мелочи типа опять же тормозные колодки что еще я заказывал короче там тоже нехилый список всякого но это уже ребята будут делать то есть мы им отвезем и чтобы доехать надо оставить его таким чтобы можно было ездить по дорогам на русбург ты хоть не на нем поедешь на русбург я на твоей машине я правда не в курсе был ну ладно мы на русбург закажем газель одну грузовую и автобус на мест 15 потому что мы посчитали нас 15 человек едет солидно в этот раз ну да ну как бы если получится автобус нормально найти вот так короче вот все кручу шторки сохранил надо вернуть то я боюсь что закрыться хотя здесь вот взял сюда и закрыл много или прикрутите на место да мне кажется излишний шик излишний лоск так видимо шик лоск не удается чё там да чё шик лоск смотри я такой я когда выкручивал здесь была но декоративная накладка поэтому других каких-то лишних вещей здесь не было сейчас я хочу вернуть на место просто чтобы не дергать за что песо пацанов там возить или груз так здесь четыре отверстия посчитай сколько на двери почему их даже не 6 а 7 я тебе объясню скорее всего вот это и вот это вот суть тушение не деформированы здесь была родная ручка вот скорее всего как раз которая завода идет а потом мексиканцы крутили вот эти ручки возможно это она же но и и просто решили переставить потому что они ставили карту картой они закрыли себе отверстие получилось и судя по всему одна вот здесь вот дырочка совпала с родным это с родной заводской а здесь пацан промахнулся качество вот но нормально ребята делали я у одного товарища когда машины искал эти хотел приобрести еще смотри как он крутит круто медленно но сильно прям зажимает махита говна не делает там просто мы еще не добрались до разбора их инструментов видим он тоже такие дырки мог доказать извините ребят так теперь а теперь я понял в причину ручка за что ты же так давно об этом мечтал сделать в н восстановить его понимаешь и мы пока делаем хуже как бы не собираем его но все начинается завален когда буду заниматься обратной проследовательностью сборки к но сразу же понимаешь заварен покрашен быть такой весь красивый и я вот здесь буду ставить ручку и отверткой на к их поцарапаю чего-нибудь знаешь вот ну да чтобы что-то починить нужно окончательно сломать тебя с этим и занимаешься ну давай эту фигню я минут 15 ломал голову как тебе одевать или снимать снял ее неправильно почти не повредив конечно вот теперь ручка есть по кайф надежно с нами больше нет youtube но в целом как я опасался здесь ну как вы это сделали американцы было навсегда здесь саморез который я вырвал только что из панеры здесь не клипса пластиковая смотреть я не знаю здесь железный саморез нахуй прямо под вот и как это снимается тогда не как то здесь приклеена ткань приклеена то есть а как вы это припели но не могли же вы его закручивать через ткань правда я бы не удивил еще один не ну хорош это же не может быть несъемным а как они это заклеивали ну что не ткань потом натягивали просто как-то это невозможно то есть она завернута там сантиметром на три и саморез сквозь ткань просверливается то есть у них какая-то была технологии маруф и нусрат загадочные ст баны по и пабло думают еще загадочнее не но но импосибли как бы там железные саморези а да нет тоже вряд ли но я прощупаю просто там типа дыра . может у них как-то спецбита обернутая чем-нибудь но как они ткани попортили один шкульт пуху отрываем правильно больше что там за обшивать я точно не буду ладно не точно это я просто я был удивляться притянуто сейчас на этой панели по тренем а вторую нормально торгам я просто какой-то момент подумал может она там как-то одевается типа но тоже нет и потом мне в комментах пишут чувак это делалось вот так и так классика сначала дреда обосрут потом тебя мы снимали как он там движет легло перебирал и чё ну пока ничего ночью а ну да я только смонтировал так ну хорошо ты опять очередной фанерку с стекловаткой мексиканцы заботились о шумоизоляции допустим я отстегну петлю сейчас к вопросу об удобно удобности автомобиля херак и дверь открывается до конца еще и посмотрел в фонаре теперь ничего не вижу денчик ты меня ослепит могу талантлива либо снимать либо светить мне приходится делать только не видно не берегу где это мое дело все не очень талантливы и да я боюсь еще топором краску повредить который томас блин все равно все красить все утром кто могу не был красить но вот так это выглядит мы уже выдашли этого немножко стекловатки да все и тут была ниша какая-то она в районе фары получается то есть это типа чтобы до фары добираться что есть вероятность на зашитые обклеенные как бы до бред технологии как это должно быть я вот это было в углу вот так прям жестко но я по-прежнему не понимаю как вы это монтировали господи а так нет ну то есть смотри она заклеена и прифигачена саморезом ну да но как подожди может с этой стороны это типа надо было выбрать оттуда велюрчик допустим типа вот так вот да ну типа я представляю как открутить через эту ткань но как закрутить не я более-менее не понял они вот типа наверное как то вот так сначала приманьяк или вот эту штуку и налепить под клееным краем не лишь клея нет почти то есть это надо оттуда из-под ниши сейчас как-то вы кого выковырить вот этот кусок как у конюшка красивый это надо боковые панели сначала выкрутить потом заднюю выковырить то что она последний видать ставилась типа с подклейкой потом сюда краешек заправили панель зафигачена нет телефона того сервис в мексике который это делал вообще есть он там в мануале есть вот на типа только они в каком-то году наверно закрыл в мексике тоже все стабильно как у нас поэтому возможно нет там есть хоть номер длинный наверное американский у меня есть мануал пары так проводочек много разных свежих относительно мне кажется не просто там не гнили никогда нет мне же здесь протягивали проводку для парковка вот она идет это провода к моему крыльца к розетке для прицепа и не к фарму здесь стопы завязаны то есть я когда нажимаю педаль тормоза у меня горит вот этот вот стоп но я понимаю и он же должен загореться стоп на на прицепе на прицепе но машина американская и у них поворотник он в стопе то есть когда я жму поворотник у меня здесь не желтая моргает а красный то есть стопом он может и и чтобы у меня прицеп моргал он российский моргал желтыми мне от передних поворотников желтых протянули по всему салону проводочки торсырьевый поролон такой из кусочков поролона разноцветных прикольный плохо тем что он впитывает воду а еще он дохрена горючий у меня там лужа в углу я не знаю откуда может она сегодня на тепло воды нет может конденсат ты там так и будешь на диване типа заебись оператор устроил а мне оттуда не снимать никак дайте мне удобно здоровую камеру прописывать можете разложить диван чтобы я еще и лечь мог давай седуха начинает отваливаться оказывается диван можно было разобрать по частям я все хотел его снять целиком потом обратил внимание что тут есть четыре болтика и по просьбе денчика которому неудобно снимать открутил спинку на всем я виноват хуяк там шторы не рвем все теперь не пиздишь эти неудобно давай его сейчас туда в салон переставим соответственно вопрос раз мы так легко избавились от спинки может мы и сидим открутим вероятность есть болты я вижу я вижу раз и здесь на одном болте и там на одном болте а вот с твоей стороны да да так что возможно можно так вот это повесь там и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Дай камеру! Я покажу, как он! Не-не, лежи-лежи! Я лежу! Вот он тут разлегся! Мне великолепно! Дай же мне в бочину жмет! Что? Пепельница! Нахуй знает! Их там две! И подголовник у тебя еще, подлокотник! Вот тут твердый, а тут мягенький! А тут мякушка нормальная! Вот смотри, работа оператором! Очень тяжелая! Ты любишь свою работу? Обожаю! Нахуй! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты не держишь ни хуя. Не держишь ни хуя. Иди спил заценик. Покажи в камеру. Ты что, отсюда зумить будешь? Я уже за зуму. Теперь надо его как-то... Шайбочка тоже, да? Да, очередная усилок. Пиздатые шайбочки мне прям нравятся. Что там, что там, что там? Весь этот геморрой был для того, чтобы сохранить вот эти кронштейны. Они кривые, сделанные на холодную. И, в общем, да. Их можно было отпилить, но, честно говоря, обдаялся, что вент загорится. Что, первый есть? Ей-бой! Ух! Прошел день, мы сняли диван. Ой, вот, блядь, не надо, а! Не прошел день. День еще не прошел. Дэнчик, рычажочек надо повернуть, чтобы диван компактно сложился, блядь. Тряпку убери. И вытряхни. Видите, блядь? Где ты там? Ап! Ап! Стюка, ща! Ага! Он весь уходит. Прижмите его вот там, это самое. Нет, наоборот. Стой, там пальцы тебя зажмут. Надо диван сложить. Я вперед вот эту подушку выдвигал. Толкай просто. Не вверх, а вперед на нас. Как? А вот это ухо бери, да. О, ага. Все. Теперь в ухо. Диван покидай. Автомобиль. Снимаешь? Да нет, я вообще не снимал ничего. Камера забыл включить, да? Да. Два аккумулятора причем уже сменил, но камеру не включил. Нет, он так боком не выходит. Он не выходит вот так вот. И все вообще выходит. По-моему тоже нет. Лучше его поворачивать в ту сторону. Залезай из салона. Сейчас. Держи. Блядь. Хитрый диван. Здорово. Да-да. Андрей Андреевич признал в таком диване, что он типа из самолетов. Точнее в креслах. Возможно, кстати. Секунду. Секунду. Ставь сюда. Секунду. Мы сокращаем. Сейчас разрыв будет примерно два месяца. Они будут выходить типа... Как это? Давай, может, фонарь какую-нибудь на крышу припиздярим здесь? А-а-а. Спасибо. Снимай, блин. А, мы что, долг-то не спилили еще? А-а-а. Угарка! 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 Теперь хоть пилить удобно. Мы сейчас вскроем полы, которые не видели белого света лет двадцать. Если не больше. Я в предвкушениях. Андрей Андреевич, ты покидаешься? Че, Андрюх, че скажешь? Еди нахер. Не фарк. Че он сказал? Еди нахер. А в среднем все, что я спрашиваю о жизни, это дело сразу. Еди нахер. И все. Че, до завтра. Давай, Андрюх. Запushing. Еще. Еще. Все. 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 Сейчас, там, блядь, торчит, короче, шпилька, которая рессор, ну, пакет рессор вместе держится. Вот, и у меня в нее упирается головка, и туда нихуя не влажно. Топор и молоток, который без гвоздодера топор. Короче, сервис сервисом, но вопросы решаем по стандарту, да? Так, блядь, ну, это все аккуратно. Так, очень, блядь. Так, блядь, ну, вот так-то автоматически круг. Вот так, блядь. Он ключ накинул, пробуй, держишь? Подожди, в обратную сторону, в обратную сторону, все, рви, держи, победа, да, ты рад, Антон? Бля, ебать, оно как хитро застелывается. То есть болт, который через корпус прокручивался, а рядом ответка, которую ты откручивал, понял? Вот это в корпусе, а это просто типа ответка, и вот эта херь вот так вот. Гениально, блядь, едящий, едящий. Давайте, снимайте ковер, у меня, блядь, еще тебе рекламу монтировать. Блядь, заебал, слышь? Че слышь? Мы тут гайки весь день крутим, нахуй, жопы рвем, блядь, а он давайте быстрее. Быстрее ему, понимаешь? Ну вот так ебать. Сам же потом будешь спрашивать, хуй так долго серия не выходит. Блядь, отходи нахуй, не уедешь никуда. Тогда ты останешься без серии. Как нам жить без серии? Послушай, как птички поют. Мой молоток вбивается в твой объектив. Да, блядь. Или в свою коленную чашечку. Опять они сами коллеги. Я и так уже на одной из серий Жизы выпрашиваю донаты на каноновые колени, на всякий случай. О, а тут был клей. Моцарелла. Моцарелла, да, вот смотри, пошла моцарелла тут. Под злупой, блядь. Так, не, подожди. Ковер надо грамотно скручивать. Мы же, блядь. Да потом новый постелем. Что ты, как это самое? Слышь, во-первых, тут железяки надо вот эти на моцарелле убрать. Ты что, не хочешь себе пиздатый персидский ковер? Ну, кстати, сюда вот бы охуенно подошел вот такие, которые на стенах и сидят. Во, я о том же. Так уже кто-то, это ж, какие джигули обклеил. Жигули это жигули, а это вэн. А вэн обклеить советским ковром? Да. Вообще-то на такие ковры четкие пацаны мерседесы свои ставят. Ну, кстати, да, есть такая херня. Я скину мем потом. Я очень удивился, когда подобное узрел. Типа, я думал, что это прикол чисто жиговодов. Ну, у брата москвич, установленный на таком ковре. Ну, в Москве и джига, вот я об этом во всем, а чтоб на Мерсе. Да. Вот там поцарельную ту историю, под подкрылкой вы говори. Да. Подожди, подожди, подожди. Все. О, тут маленький еще люк какой-то. О, вот, я же тебе и говорил. А то, что там все плохо-то? Немножко гнилой пал. Ну, я ее сфоткал, да? Ну, и здесь такая же хуйня. И здесь все чистенько, смотри. Муха не еблась. Вообще, вот был бы он такой весь. А это, смотри, пенкой лишние дырочки, походу, забили и приклеивали. Здесь, видимо, запаска когда-то была. Да, вот, мне вот это. Потому что, видишь, тут даже буквы отпечатались. Интересный очень, да. Причем запаска, наверное, та. Вот дырка тоже какая-то. Ну да, да, да. Причем чистенькая. А ну посвети. То есть запаска, докатка может. Да, она глушенная, она в этом, в усилителе. Ну вот, да. Здесь запаска должна была. Не, у меня реально буквы отпечатаны, его нарадует просто. От колеса. Причем фудееровские, между прочим. У меня там какое, я не помню, какое с этим. Со скорпионом. Так, ну вот этот провод нам с тобой надо будет придумать, как переложить. Да. Наверное, выпустим его в какую-то дырку, блядь. Ну да. Вовнутрь его засунули. Ну ладно, езжай. Дальше проще пойдет. Дай бог. Вот мы сейчас можем завязать. Ух. Ух. Ух.